Друзья, я думаю, среди моих зрителей немало фанатов компании Xiaomi и, наверное, вы слышали о таком ежегодном мероприятии, как Mi Fun Fest. Я тоже решил не оставаться в стороне и отправляюсь в данное путешествие. И оно не будет особо длинным, ведь фестиваль, конечно, идёт где? Правильно, в интернете. Красота! Его смысл в том, чтобы порадовать фанатов Xiaomi скидками. И, скажем, если купить один из десяти продуктов, которые участвуют в онлайн-фестивале шоппинга, например, это будут в моём случае отвертки, то вы сразу получаете скидку в 10% на новый смартфон. Поэтому советую зрителям прийти на Mi Fun Fest с 1 апреля, ссылочку я оставлю в описании под видео. Ну а что насчёт самого товара, который я выбрал для получения скидки, то это отвертки Xiaomi. И стоят они порядка 1800 рублей. Я думаю, они не совсем обычные, я бы даже сказал, они единственные, которым мне не стыдно показать видео. И были у меня до этого от разных отечественных производителей, и там, конечно, качество туши свет. Но тут полностью металлический корпус, пенал по типу Powerbank. Далее у нас лёт магнитное ложе с держателем насадок или битов. И в конце, конечно, сама рукоятка, шуруповёрт, тоже металлическая. Насчёт битов скажу, что они имеют, в принципе, прочный стойкий материал на износ. Так, по крайней мере, пишут в интернете. И монтируются они в держатель ручки очень просто. Именно этим набором я и буду в будущем разбирать всю свою технику. То есть это всякие ноутбуки, собрать компьютеры. И ближе к лету сниму видеоотчёт о том, живы ли ещё биты и не стёрлись ли они от работы. Ну а пока что ещё раз напоминаю всем про Mi Fan Fest, который начинается с 1 апреля по 30 апреля. Приходите, участвуйте, ссылочки под видео. Всем удачи! Что ж, я продолжаю своё путешествие по комнате. За окном наступила тёплая весна, и самое время посидеть дома и посмотреть телевизор. Причём телевизор не простой, а китайский от компании Xiaomi. Я уверен, про этот чудо-телек сотни уже было обзоров от разных блогеров. И, наверное, все кричали о крайне дешёвой цене за столь хорошее качество продукта. И да, спору нет. 30к рублей или 13 тысяч гривен за 4к телек с поддержкой HDR. Это просто великолепно. Конечно, последним я очень сомневаюсь, что это прям полноценный HDR телевизор. Потому что именно в этой модели Mi 4S стоит 8-битная матрица с яркостью 300 кандел на метр. И это явно мало для полноценной передачи HDR. Ведь минимально, чтобы раскрыть потенциал картинки в широком диапазоне, нужно 1000 кандел или даже больше. Поэтому ключевым достоинством я бы всё-таки назвал Mi 4S. Это большой 4К-экран на 55 дюймов и при этом с довольно приличным качеством изображения. Так что, наверное, Xiaomi всё ещё топ за свои деньги. Но об этом стоит ещё, конечно, разобраться. В общем, давайте по порядку. Итак, внешний вид и дизайн. Честно, я бы не стал называть телевизор сверхпривлекательным и каким-то необычным. Ну, наверное, я видел множество примерно одинаковых моделей от иных брендов. И, пожалуй, единственное, чем выделяется Mi 4S, это очень тонкая рамка с отделкой под алюминий. Хотя, возможно, это и есть тот самый чистый металл. Всё-таки визуально и тактильно это явно приятнее, чем какой-нибудь там дешёвый пластик. Ровно та же самая история и с ножками. Они, по сути, тоже металлические и крепятся очень просто на два винта из комплекта. Устойчивость таких ножек я бы не назвал сверхстабильные. Они очень тонкие. И если у вас дома есть дети, то я бы сразу вешал телек на стену. Мой кот или ваша собака вряд ли привернут экран весом в 12 килл. Но вот пятилетний малыш или, скажем, бухой батя, это реально возможно. Далее, что хотелось бы сказать, это, конечно, насчёт корпуса. По современным меркам он относительно толстый. Честно, я видал и более тонкие модели. Задняя стенка я поначалу думал на пластиковое, но нет, она тоже металлическая. И только панель с разъёмами просто акриловый пластик. И тут внезапно на панели я обнаружил табличку, на которой было чётко указано, что телевизор собран, внимание, в Калининграде. Всё как обычно. То есть это уже, по сути, не китайские телеки. И я даже не знаю, как относиться к этой новости. С одной стороны, я понимаю, что там будет уже из коробки полностью русифицирован 9-й Android без китайских ненужных лончеров. А с другой стороны, я уже имел в жизни опыт пользоваться телеками, собранными именно в России. И пока что, я признаюсь, настрой не очень позитивный. Даже топовый Samsung собранный в Калуге, и тот имел косяки и сборки, который стоил при этом порядка 1000 долларов. В общем, начало уже интересное. Теперь давайте скажу пару слов про оболочку. Причём тут их сразу две, и начнём мы с управления. Так вот, управление вряд ли будет интересно зрителям. Ведь пульт имеет всего 5-6 кнопок, и он очень стандартный, как по мне. Это не пульт указка, это точно. Это просто нормальный небольшой ремувер с подключением через Bluetooth. И, кстати, через Bluetooth можно подключить любой геймпад от консоли. Зачем это нужно? Да просто на телеке есть возможность при желании запускать Android игры не самые требовательные. Да и, кстати, процессор тут стоит, в принципе, нормальный. 4-х ядерный медиатек, и также 2 гига оперативы, и 8 постоянной памяти. В целом, если судить по скорости работы Android, я думаю, что она, ну, наверное, скорее всего, приличная. Тут множество всяких наворотов, функций Chromecast, голосовой поиск, поддержка любых АПК-приложений и так далее. В общем, словом, если вы разбираетесь в этой теме, то можно прокачать телевизор и сделать целую медиастанцию, или поэкспериментировать с торрентами IPTV и прочим народным софтом. Ну, вы поняли. Второе, что мне стало интересно, это наличие сразу двух оболочек у телевизора, и переключаться между ними можно очень просто обычным нажатием одной кнопки на пульте. Первая слева – это стандартный Android TV, а вторая – это фирменная оболочка от компании Xiaomi под названием Patchwall. Здесь выводится популярный контент, собранный на основе персональных рекомендаций лично для вас. Если вы любите всякие там смотреть сериалы, то в ваше меню будут преобладать новинки от разных онлайн кинотеатров. Если любите комедии или фильмы про коронавирус, то я тут тоже вам для поднятия настроения порекомендую всякие фильмы, связанные с концом света, что мотивирует вас и больше вообще не выйдите из квартиры. Короче, идея реально неплохая, если мне, скажем, надоест типичный Android TV, то я буду пользоваться Xiaomi-шным лаунчером. Он полностью на русском и местами даже более удобен, чем Android TV. Ну, а теперь далее хотелось бы поделиться своим мнением о самом важном. Это, конечно, изображение на экране и звучание динамиков. Честно, я бы не сказал, что вот после включения я прям сошел с ума от увиденной картинки, но в целом, да, неплохо. Это весьма неплохо. В этой модели поставили такие глянцевые VA-матрицу на 55 дюймов и она отображает довольно-таки прилично. Я сказал про VA-матрицу недаром, ведь как выяснилось на форумах, именно модели, собранные в России, они не имеют IPS-экранов, как, например, вот в иных странах. Так что я сразу предупредил о том, что вот на некоторых сайтах пишут про IPS-экрана, но это, друзья, не совсем точная информация. Вернее, точная, но она не работает для сбора, которые были собраны в России. Ну да ладно, из ключевых особенностей я бы отметил равномерную подсветку экрана. Это очень немаловажно. Также блоки светодиодов расположены прямо за матрицей, поэтому сильных перепадов нет под разными углами. В полной темноте я не увидел особо мощных засветов, и это даже, знаете, редкость для ЖК-дисплеев. Конечно, матрица тут 8-битная, и поэтому тонкие цветовые переходы местами мне лично тоже стали заметны. Плюс к этому я бы хотел отметить, что световая температура по умолчанию, я подозреваю, все-таки зашкаливает за 12 тысяч кельвинов, и это очень искажается в сторону холодной тональности. Поэтому я сразу выставил теплую температуру и поставил режим спорт, чтобы хоть как-то красный цвет был более-менее натуральным, а не бордовым. Телевизор Xiaomi действительно показывает ровно так, насколько его и оценили в 450 долларов. Не лучше, не хуже. Я подключил, конечно же, PlayStation 4 Pro, и там тоже интересная особенность. Якобы по факту мы имеем наличие HDR в телевизоре, только это, скорее всего, я думаю, HDR-ready, нежели полноценный. Честно, я вообще не понимаю, зачем производители упоминают формат HDR, если у всех, абсолютно у всех бюджетных моделей совершенно стандартная яркость 300-350 кандел на метр. И подсветка тоже довольно-таки слабая, и цветовой охват вечный 8-бит. В конечном итоге, я думаю, скорее всего, все бюджетники имеют псевдо-HDR, я бы их так назвал. И то есть, вот в данном случае, я не заметил разницы между стандартным HDR 8-бит и переходом в HDR, а только наоборот, из-за нехватки цветовой палитры и яркости, изображение стало более тусклым и бледным, что только, я считаю, испортило картинку. Поэтому я не пользуюсь HDR на бюджетных моделях телевизоров. Однако, есть все-таки одна приятная новость. Это, друзья, звук. Звук – это очень важный момент, лично для меня, прямо на уровне изображения, и тут он меня честно порадовал. Дело в том, что корпус почти полностью металлический, а не пластиковый, это тоже устраняет эффект дребезжания от дешевого пластмасса, и запас громкости, и тембр в Mi 4S мне тоже понравился, особенно в режиме кино. Возможно, так безопаснее. То есть, думаете отказать, да? И сказать «да» я бы тоже не советовала. Итак, давайте же подведем черту над всем, что я сказал выше. Что ж, телевизор действительно получился достойным. У него есть сильные стороны, есть и слабые, и в целом можно выделить следующие моменты. У него приятный внешний вид, далее материалы сборки, я считаю, достойные, хотя и самосборка местами имеет мелкие недочеты, но ключевые преимущества – это, конечно же, быстрый лаунчер на андроиде, хороший звук, большой экран на 15, на 55 дюймов, и, конечно же, самое важное – это цена. Изображение я бы назвал нормальным, есть, конечно, неточности в цветопередаче и всякие особенности 4К-матрицы. Короче, чтобы добиться хорошей картинки, нужно просто покопаться некоторое время в настройках. Далее, из недостатков я уже, наверное, выше называл эти самые особенности. Ну, наверное, еще раз повторюсь, это славянская сборка, не очень правильная цветопередача, требующая ручной настройки, и рекламная псевдо-HDR, которая только мешает больше, чем от нее пользы. С одной стороны, знаете, вот даже все это взвесив, я сел и подумал, а что можно сегодня купить за эти деньги? Честно, я не знаю. Какие-то там китайские ноунеймы или русские Рейнфорды, Киви – тоже не вариант. А значит, выходит, что Xiaomi это все еще остается топом за свои деньги и даже имея какие-то недостатки. Вот такие дела. Я ставлю телек себе на ближайшее время, а по сути выхода и нет из-за карантинов, и будем пользоваться. Если будут какие-то проблемы, я сообщу зрителям в своем паблике по Шелестим, и на этом уже, наверное, будем заканчивать. Всем, конечно, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, потерпите еще немножко, уже скоро будем жить, как и прежде, поэтому не унывайте, в этом я точно уверен, мы со всем справимся. Всем еще раз желаю здоровья и до новых встреч на канале. Пока-пока.